всем привет на этом видео хочу рассказать о своей подводной охоте первый раз охотился в темное время вот сейчас видно какая прозрачность в воде на охоту выехал со своим другом здесь был выстрел по карасю промахнулся первый выстрел на этой охоте чуть чуть выше стрела прошла надо чуть пониже прицелиться в общем мы выехал с другом друг у меня стал по берегу это канал он глубиной где-то метров есть может быть есть я мои на 7 но я иду по глубине до двух метров не ныряя не погружаясь просто иду по травке смотрю основная цель этой охоты был была добыть линия линия в принципе это был вот раз этот выстрел линия хороший зачетный 500 грамм его потом весил проплыл я где-то порядка вот девушка показываю проплыла где-то порядка наверное полутора километров по этому каналу видел очень много вот такой штучки . небольшая до 300 грамм вот ну а одну штучку не все же удалось добыть раз мы увидим как это произошло и я шел вдоль травки на свале в глубину и она как раз стояла на границе прям на самом я нам не выстрел был точный тут я попал ей ребят и приспитил ее в принципе грунт стрелой это втянуло где-то на килограмм 300 потому что вместе взвешивал раз там в общем то на этой охоте я добыл вот стрелял по карасю и больше не стрелялась по двум рыбам вот руку и линя потом было принято решение переехать реку быстрым течением мы переехали охотился я там где-то до рассвета не помню какое время здесь я сейчас вам расскажу рыбе рыбу добыл щучка и ленек такой упитанный покрасючи по-хорошему промахнулся первый выстрел сейчас переодеваемся чтоб можно было сесть за руль проплавали где-то часа два с половиной нормально костюм в пору все ничего не мешает все нормально единственное что первым делом я сделаю это как виталий иванович виноградов говорил чтобы не ссать гидрокостюм гуфи вот терплю стою сейчас буду раздеваться сейчас едем на речку с течением посмотрим приехали на речку сейчас здесь поныряем на мелочи краси что-то не берут ну может еще возьмут первый раз на таком течение нырять ну не завидно в камеру нет черная рыба стоит мелкая рыба посмотрим что у нас будет садеваем одеваемся и выдвигаемся нырять очень интересная река и много рыбы бралось уровень реки поднялся течение очень быстро и стало вообще эта река мельче это на полтора-два метра то есть где я сейчас плаваю можно перейти в забронных сапогах на ту сторону течение очень сильное и я впервые охочусь на таком сильном течение мне пришлось даже приспосабливаться к этим условиям чтобы уметь пробираться вперед где-то течение не очень сильное там дальше я вам скажу и расскажу где прям было очень сильно здесь достаточно было цепляться траву немножко подрабатывать ластами вот столько подлещика мечта рыболова зимника попасть в такую рыбалку где стоит столько много тараночной рыбы здесь я упускаю промахиваюсь по моему на этом ролике промахиваюсь по карасю который внезапно вышел с травы я пробирался вдоль бровки вдоль свала не ныряя просто пробирался по траве и он буквально прям вот наверное его даже под испуган испугал он выскочил и собственно я промахнул сейчас дальше это ролик будет здесь я просто показываю какой плотный стаи стоит подлещик насколько его здесь много он разбегается ну кем очень интересная рыбалка тем что тут в этой стае есть как раз будет карась я пробираюсь и вот справа входит вот выходит хороший кстати карась явно там орошку таких я еще встречал на этой рыбалке моя резкость оставляет желать лучше сейчас я здесь опять показываю как сидит там в этой траве мелкая рыбешка прячется в общем то очень много это но на удочку она причем не клюет клюет карась проклевывать можно так сейчас я здесь покажу карася которого добыл но не удалось заснять небольшой карасик это самый маленький из тех которых я добыл на каверу не успел защитить такого карась взял грамм наверное на 350 это маленького карасика очень тяжело выходить это вот где-то руками помогаешь вот такого карася равно грамм 400 а здесь я перри шел реку ну как перешел сплавился по реке на противоположную сторону меня течением снесло так что я попал прямо на ту части излучины реки где очень сильное течение я буквально там цеплялся за бобриные вот эти ветки за траву вы видите скорость течения сверху ну вот считайте у меня голова под водой только сверху трубка то есть я буквально там на локтях пытаюсь пробраться через все эти палочки бобриные но благо они хорошо держатся в грунте и поэтому мне легко удалось там ну как легко на собственной мышечной силе рук удавалось пробираться потому что даже приходилось ружье ставить на рукоят ну на каменистое вот это дно и пытаться тоже про пробираться то влево как по-пластунски в общем пробрался я значит вот таким образом до затяжка небольшого там яма где-то метра под три я зацепившись за траву нырял под свес этой ямы дальше будет видео вам расскажу в общем я рассказывал вам о подлещике который стоит большой стаи и вместе с этим подлещиком проскакивает лещ проскакивает щука хорошая и есть сазан но у меня было очень ограниченное количество времени на эту охоту мне хотелось просто пройти по одному и по другому вот смотрите прямо внизу карась большой и он сейчас опять пройдет добрался я вот до этого затяжка здесь вот 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 он стоит не знаю почему не успел я сделать выстрел прицелиться до него там метра два нами на дистанции для меня не очень опытного еще стрелка охотника черном том что это моя там 2 3 охота что-то я здесь замешкался хотя вот здесь вот можно было он боком стоял стрелять но течение я еще не зафиксировался я прям вышел сразу вот на этот известняк белый и вот они тут прямо уже под с весом я еще долго простоял здесь обрезал ролик вот сейчас будет видео по-моему я здесь под ныром да а здесь дошел слева выйдет карась я его взял это был по-моему второй карась на этой рыбалке вот спереди камешек очень интересно за этим камешком стояла хорошая рыба силуэты я видел вот один прошел влево я тормозил ну такой до килограмм сейчас только на видео смотрю как это все медленно то есть медленно моя реакция была ну плюс в бок ружье поворачиваешь его естественно за из-за поплавка который добавляет плавучесть его сносит вот здесь вот очень много стоит бели и под ним хорошо бы сделать залежку полежать держаться но вот за эти камни которые невозможно задержаться здесь я взял еще одного карася третьего и четвертого я не смог заснять охота закончилась пару часиков по барахтать такие вот карачи первая стрельба ну как первое не первое ружье вектор примат хорошо что законец поставил дюбель что в камне удаляется видел еще наверное три четыре или пять рыбин и ладно у хорошего видео не успел он прям как лосось на течение течение сильное прогрессе вообще нереально кое-как там некоторых местах мышцы подкачал приходилось прям бороться особенно там в узком то каждый давался такой ну вот сейчас с ловкой отцепим и поедем в жаре еще один вот здесь нам больше не надо 4 4 1 вот маленький вот такая рыбалка маска не потеет работа вода холодная пятерка